Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Темой нашего сегодняшнего разговора будет разоблачение очередной невежественной и одновременно смехотворной выдумки хайских фальсификаторов, которые породили ее буквально в 2000-е годы. Причем основной мотивацией для изобретения этой фальшивки было нелепое и в чем-то комичное стремление выместить злобу за то, что Азербайджан раскрыл историческую правду об азербайджанском и рованском ханстве, на территории которого в 1918 году была создана республика Хаястан и о том, что город-крепость Ирован был основан и построен азербайджанцами в начале XVIII века, и что население и ханства, и города Ирован было представлено азербайджанцами. Это неопровержимый исторический факт. А фальсификация хайских махинаторов заключается в том, что якобы в 162 году новой эры некий хайский царь по имени Бакур откуда-то из восточной Анатолии прибыл за тысячи верст на Абширонский полуостров и здесь, на берегу, в серединной части Каспийского моря, в считанные дни построил большой город, который в честь самого себя назвал Бакуракертом. Этот фееричный бред предполагает, что построив город хайский царь, сразу же покинул Абширонский полуостров, мгновенно перенесся обратно в восточную Анатолию, где был тут же свергнут римлянами и исчез навеки, не оставив никаких сведений о своей дальнейшей судьбе. В этой сказке про Бакура есть и версия о том, что это не он, а другой хайский царь, брат Бакура по имени Трдат Первый, построил этот город и назвал его в честь своего брата Бакуракертом. При этом хайские мошенники утверждают, что город оставался под таким названием на протяжении более тысячи лет, пока не появились азербайджанцы, захватили его, убрали из названия слова «ракерт» и оставили только Баку, в котором мы все сегодня и живем. Вот такую очень армянскую сказку изобрели хайские фантазеры в отместку за то, что существует реальная, достоверная, задокументированная история азербайджанского города Ярован, столица азербайджанского Ярованского ханства, почти все население которого до начала XX века составляли азербайджанцы. Но эта фальшивка, которую посеяли в сознании массового, прежде всего, хайского обывателя, подобно плесени уже разошлась по сетям интернета. Кого только не увидишь сегодня, повторяющими эту байку, и сопливых юнцов, попавшихся на крючок хайского вранья, и известных ведущих российских СМИ, хайских и русских блогеров, и застарелых туркофобов вроде Сатановского. И все это потому, что такие фальшивки наподобие лакмусовой бумажки сразу выявляют разношерстые стаи, которые жадно подхватывают любой повод, чтобы полаять в сторону Азербайджана. Причем, невзирая на то, каким позором этот повод запачкает их впоследствии, как в случае с фальшивкой про хайский бакуракерт, разоблачение которого предоставляется вашему себе вниманию прямо сейчас. Прежде всего, никакого хайского царя по имени Бакур в истории не было, как и не было никакой страны хаев или хаистана, не было никаких хайских царей, не было даже намека на существование хотя бы одного человека национальности хай. Как бы фальсификаторы не старались спрятать свое самоназвание под словами «армянский» или «армения», но в реальной истории было несколько парфянских правителей по имени Пакур, представлявших верховную власть Парфии и происходивших из древней парфянской династии Арсакидов, которая, в свою вечную очередь, происходила из племенного союза Дахаеса Каскифов. Именно этим именем Пакур и спекулируют хайские фальсификаторы в своих выдумках про хайского царя Бакура. Но давайте посмотрим, что конкретно закачали в интернет махинаторы армянского национализма. Обратимся к русскоязычной википедии, которая, увы, давным-давно стала чем-то вроде хайского цеха по производству фальшивок. Вот что написано на странице википедии под заклавием «Бакуракерт». Прежде всего, обратите внимание на два замечания, помеченные восклицательными знаками в красном круге о том, что, первое, необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. То есть, администрация википедии не доверяет достоверности этой информации и ставит ее под сомнение. И второе, в статье есть список источников, но не хватает сносок. На всякий случай поясним, что такое сноски. Сноска – это пояснение к той ссылке, которая приводится в качестве источника информации. В ней раскрываются подробности, подтверждающие наличие необходимых сведений в этом источнике. Например, у какого-то автора в сочинении в качестве источника указана история Геродота. Такая ссылка считается недостаточной, поскольку трудов у Геродота много, и о каких именно строках из его работ идет речь непонятно. Но если ссылка дополнена деталями, например, Геродот, история, книга такая-то, тон такой-то, глава такая, страница такая, и даже приводится цитата, это и есть сноска, которая подтверждает сказанное автором. В отношении страницы с Бакуракертом никаких сносок нет, и по правилам Википедии эта информация может быть удалена как несостоятельная. Но особый интерес на этой странице про Бакуракерт представляет под заголовок история. В этом небольшом абзаце во всей красе раскрывается невежество сочинителей этой выдумки. Вот что они говорят. Бакуракерт построил царь Великой Армении Традат I в честь своего брата Бакура I. И буквально следующей строкой это заявление полностью уничтожается. Эта строка гласит, что после поражения в войне с Парфянами в 161 году царь Армении Сохэма сбежал в Рим, где стал сенатором. На армянский трон сел Бакур I, получивший корону царя Великой Армении из рук Парфянского царя Валавеза III. В предыдущих разоблачениях хайских фальсификаций неоднократно отмечалось, что невежество махинаторов прежде всего проявляется в непонимании или намеренном игнорировании того, что исторические события развиваются в определенной хронологической последовательности. То же самое невежественные мошенники демонстрируют и в этом случае. Начнем с того, что упомянутый парфянин Тири Дат I в искаженной хайской прочтении версии Тррдат из парфянской династии Арсакидов был младшим сыном парфянина Ванома II Арсакида, правителя Парфии, который занимал имперский трон в 1951 году. У Ванона II было три сына – Валагес I, Пакор и Тири Дат I. После смерти Ванона II в 1951 году трон шахиншаха Парфии занял его средний сын Валагес I, который находился в власти с 1951 по 1978 год. В том же году ставший сын по имени Пакор занял должность правителя Мидиатропотены, а младший сын Тири Дат I в 1952 году решением Валагеса I стал наместником шахиншаха Парфии в парфянской провинции Армина, это на языке Пехлеви и Арминия в римской версии. Тири Дат I занимал эту должность дважды, первый раз с 1952 по 1958 год, как наместник шахиншаха Парфии, и во второй раз в условиях конфликта между Римом и Парфией Парфянин Тири Дат I Арсакит, родной брат шахиншаха Парфии Валагеса I, снова оказался на престоле наместника в провинции Арминия, но на этот раз в качестве ставленника римского императора Нерона, и занимал эту должность с 1962 по 1974 год. А старший брат Тири Дата I Пакор все это время, то есть с 1951 года и до конца правления Тири Дата в 70-е годы занимал трон правителя Мидии Атропотены. На этой карте вы можете видеть, что обе эти провинции были удалены на тысячу километров от Абширомского полуострова, который не был частью Парфии. Помимо этого, есть еще два существенных момента, уничтожающих выдумку прав Бакуракерт. Это то, что и Тири Дат I, и его брат Пакор, правившие в 60-е и 70-е годы, были давным-давно мертвы в 163 году и никак не могли находиться во второй половине второго века. И также то, что без каких-либо исторических фактов, заявляя, что Тири Дат I якобы построил город и якобы назвал его в честь своего брата Бакура, фальсификаторы, тем не менее, размещают его в области Марант современного Ирана, которая, как вы видите, на этой карте находится за тысячу верст от Абширомского полуострова. Повторим еще раз, это мнение было выстрелено при отсутствии достоверных исторических источников, подтверждающих высказывания о том, что Тири Дат I где-то между 60-ми и 70-ми годами построил город, причем не на той территории, где он был наместником Рима, а на территории Атропотены, где власть принадлежала ставленнику Шахиншаха Парфии, и назвал этот город в честь своего брата Бакура. «Отсутствие этих сведений как раз и было отмечено администрацией Википедии». А теперь рассмотрим вариацию этой фальшивки, в которой говорится про 160-е годы. Обратимся к тому же тексту Википедии, это, кстати, тот самый текст, который повторяют распространители фейка про Бакуракер. Цитируем. После поражения в войне с Парфянами в 161 году царь Армении Сахема сбежал в Рим, где стал сенатором, а на армянский трон сел Бакур I, получивший корону царя Великой Армении из рук парфянского царя Вологеза III. Отметим, что до 144 года провинция Армина, Армения, находилась под властью Парфии, и правил здесь парфянин Вологез I Арсакит, наместник Шахиншаха Парфии Вологеза III. Однако, воспользовавшись междоусобицей в Парфии в начале 140-х годов, а также смертью Вологеза I, Рим снова вторгается в Армению. И император Антоний Пий утверждает здесь своего ставленника Сахемуса, который был родом из греко-персидского царства Камагена и происходил из древнего персидского рода Арантидов. Сахемус находился на этом посту до 161 года, когда новый Шахиншах Парфии Вологез IV, сменивший Вологеза III в 147 году и правивший Парфянской империей до 191 года, объявляет войну Риму, выбивает римлян из снова ставшей Парфянской армины, свергает Сахемуса и в этом же 161 году назначает здесь наместником своего сына по имени Покор. Это единственный в истории этой области наместник с таким именем, других Покоров больше не было. Однако борьба за власть над Восточной Анатолией продолжается и уже летом 163 года римляне снова захватывают эту территорию, теперь уже опять римскую провинцию Армения, свергают Покора и римский император Луций Вер возвращает на престол Сахемуса. Покора и его брата взяли в плен, увезли в Рим, и дальнейшая его судьба неизвестна. Единственной информацией о нем считается надгробная надпись на греческом в Риме, где упоминается его имя. В истории нет сведений о том, что Покор из Парфянской династии Арсакидов, сын Шатиншаха Парфии Вологеза IV, в 161 году в ходе военного конфликта с Римом, ставший наместником Шатиншаха Парфии в провинции Армина и уже летом 163 года свергнутой римлянами, в течение двух с половиной лет своего царствования занимался каким-то градостроительством на этой спорной территории Восточной Анатолии. Но создатели Фейка тупо настаивают на том, что именно он в середине своего короткого правления в 162 году совершил стремительный перелет из Восточной Анатолии за тысячу верст до Абширонского полуострова с единственной целью за пару месяцев построить там город, назвать его Бакуракертом и также стремительно вернуться в римскую провинцию Армения, где его сразу же свергли, взяли в плен и увезли в еще более далекий Рим. Сочинители этой сказки, вероятно, считают, что у хайского царя был встроенный турбореактивный двигатель, построенный древними хайскими ракетостроителями, что позволяло ему летать не хуже современного истребителя. Кстати, обратите внимание, что при распространении этой фальшивки изображение на старинной парфянской монете преподносится как портрет хайского царя Бакура. Так вот, это тоже фальшивка. Это изображение шахиншаха Парфии, то есть правителя всей парфянской империи, парфянина Пакура II Арсакида, который находился у власти с 1978 по 110 год. Как видите, вся эта выдумка про армянский Бакуракерт на берегу Каспийского моря – одна сплошная ложь и фальсификация. И попутно хотелось бы отметить, что на этой самой монете Пакура II Арсакида присутствует одна интересная деталь – древняя родовая тамга Огузов. Называется эта тамга «Волчья голова». Вообще тамги Огузов часто встречаются на монетах и государственных печатях правителей империи Ахименидов и правителей Парфии. А что сказать в заключении этим неутомимым труженикам хайского цеха по производству бракованных фальшивок? Продолжайте. Продолжайте позориться. Стыд и позор для вас, как с гуся вода. Заполняйте современные средства информации своим невежеством и выставляйте его на показ. Пусть видят все. Вы можете даже отравить своим вирусным враньем искусственный интеллект Алисы. Но это только усугубляет ваш позор. Позор невежественных фальсификаторов. Вы не сможете опровергнуть историю, как бы вы ни старались ее искажать в вашем неизлечимо, фатально больном воображении. Посмотрите, что получилось в итоге из вашего фейка про Бакуракерт. Очередное позорище. Как и в случае с многими другими фальшивками, которые непрерывно поставляют со своих конвейерных линий фабрика хайских фальсификаций. Вы нагромоздили такую кучу абсурдного вранья, что эта куча накрыла вас же самих несмываемым позором. Вот на самом деле, чем обернулась для хайского национализма выдумка про армянский Бакуракерт. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте поддерживать его и делиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Впереди еще много интересных разговоров. Всего хорошего.